Начальник управления образования города Сухума Станда Таркил проинформировала мэра о том, что на сегодняшний день в целом в сухумских школах эпидемия ситуации благополучная. В каждой ведутся профилактические мероприятия по борьбе с коронавирусом. Несмотря на это, в двух школах, в третьей и четвертой есть заболевшие ковидом среди детей и учителей. Исходя из этого, на полном карантине находится средняя школа номер 4, на частичном карантине третья школа. Там на временном карантине только младшие классы. Всего в сухумских школах коронавирусом заболели 20 педагогов и 26 детей. 56 детей и 28 педагогов на самоизоляции. На сегодняшний день все многочисленные школы работают в двухсменном режиме, создавая условия для уменьшения встреч, контактов среди учащихся. По средней школе номер 4 на сегодняшний день у нас 6 педагогов, которые заболели. Сколько классов освобождены от занятий? И получается начальное звено у нас 18 классов находились на самоизоляции. А по третьей школе? По третьей школе, значит, из 36 финансовых классов у нас на самоизоляции начальное звено получается 6 классов на самоизоляции. Получается у нас двух школах, четвертой и третьей школе, значит, ситуация, которая вызывает опасения. В связи с этим предлагаю вести карантин до 5 октября и посмотреть, как у нас будет складываться ситуация в этих двух школах. В остальных школах мы можем констатировать, что ситуация стабильная, нет роста заболевших. Вот и дальше продолжаем мониторить. Астанда Таргил также проинформировала, что из 13 детских садов в городе два, сказка и соловей, закрыты на карантин. Неблагополучная ситуация складывается и подошкольному учреждению Гунда. Мэр поручил также закрыть ее на карантин. Продолжать мероприятие по поддержанию порядка в детских садах и в школах. Дезинфекция обязательно. Замеряем температуру на входе тоже сами фильтр. Вот и постоянно мониторим ситуацию. Что касается этих трех детских садов, учитывая, что два у нас закрыты уже на карантин, предлагаю не дожидаться какого-то развития событий по детскому саду Гунда, а также отправить на карантин до 5 числа. А заместитель главы администрации Сухума Леон Кварча и главный санитарный врач Сухумала Беляева считают обоснованным введение карантинных мер в названных школах и детских садах. В качестве временной меры я считаю, что вполне оправданно закрыть эти две школы на карантин и проследить, каким образом ситуация будет развиваться далее. А дальше уже действовать по обстоятельствам. Во всех остальных школах ситуация пока под контролем, поэтому вполне допустимо, чтобы учащиеся посещали школу. Мы проводим практически ежедневную сверху данных, которые есть у них и которые есть у нас. Классы, в которых дети болеют, они обязательно должны уйти на изоляцию. Мэр Сухума Бесланышева поручил постоянно мониторить ситуацию в школах и дошкольных учреждениях. Все меры предосторожности, они должны соблюдаться, вами контролироваться. Наивами контролируются. Постоянные рекомендации, постоянные контакты с руководством школ и заучений, чтобы это постоянно мониторилось. На совещании было отмечено, что главное – это здоровье и образование детей. И с учетом сложившейся ситуации нужно этому уделять особое внимание. Мадин Абганба, Давид Аветсба, Пресс-служба администрации Сухума.